Мы должны приложить все усилия, чтобы День города Видно и Ленинского округа прошел на высоком уровне. Об этом заявил глава муниципалитета Алексей Спасский на расширенном оперативном совещании. Также в ходе совещания о текущей работе доложили представители различных служб и учреждений городского округа. Заместитель главного врача в РКБ Тимурасанов рассказал о новшествах, которые сделают ряд медицинских услуг доступнее. Еще три медицинские справки теперь можно получить через интернет в рамках проекта онлайн-поликлиника. Это санторная курортная карта для детей, для взрослых и справка для предоставления спортивной секции. Подводя итоги 1 сентября, начальник отдела образования муниципалитета Наталья Киселева рассказала об успешном открытии четырех детских садов и двух школ. Всего в этом году в округе за парты сели 38 тысяч учеников, из них 5 тысяч первоклассников. Все первоклассники получили в качестве подарка от главы азбуку Видновского края и в качестве подарка от губернатора все обучающиеся первых четвертых классов получили мороженое. Председатель Совета депутатов округа Станислав Радченко рассказал о том, что в настоящий момент формируется база наказов от жителей, которые планируется реализовывать в следующем году. Также он объявил о том, что идет сбор заявок на участие в молодежном парламенте при Совете депутатов. Проводится работа вместе с управлением образования и по школам. В составе планируется порядка 25 человек, то есть это такие будут молодежные, скажем так, крыло наших общественных организаций. Есть очень много задач, где требуется как раз новый, такой уже молодой взгляд. Особое внимание на совещании было уделено подготовке к дню города и округа, в частности ремонту и обновлению дорожной сети. Завершены работы по оцифровке и устранению ям на отдаленных дорогах. В целом по округу за неделю отремонтировано 294 ямы, 513 квадратных метров. Приступили к работам по обновлению дорожной разметки, к празднованию дню города. О работах по благоустройству территории рассказал руководитель профильного учреждения Артур Григорян. С завтрашнего дня у нас приходят уже детские игровые площадки и начинаем установку по программе модернизации детских игровых площадок. Закончили работы по скверу 50-летия. На этой неделе проводятся сейчас работы по приемке. К концу недели до дня города откроем сквер 50-летия. В заключение оперативного совещания глава муниципалитета Алексей Спасский еще раз обратился к эксплуатирующим службам и управляющим компаниям с призывом подготовиться к дню города и Ленинского округа самым тщательным образом. Надо понимать, что у нас будут гости, надо понимать, что праздничное настроение, чтобы ничто не раздражало и не огорчало взор наших жителей. Напомним, день города и Ленинского округа будут отмечаться в субботу 9 сентября.